Всем привет, ребята! С вами Андрей Чент, и вы смотрите Одинокого Папу. Я надеюсь, что вам нравятся эти выпуски. Проверьте, смотрите ли вы выпуск по рекомендации или по подписке. А также подписывайтесь на наш семейный канал с женой. Ссылка тоже находится в описании. Мы там снимаем для вас очень крутые вложики. Меньше слов, ближе к делу. Поехали! Я Александр Правдин, мне 29 лет, я из города Краснодар. А сейчас развиваю проект по производству нижнего белья, ручной работы. Главное мое увлечение – это мой сын. Так ровно по центру ставишь. Мужик, нижнее белье, женское, судя по всему, да? Ну, еще чуть-чуть. Огонь, все. Воспитывать Эмиля я стал с этого года. 8 месяцев он живет полноценно со мной. В какие-то периоды его забирает его мама. Что ты будешь делать, когда вырастешь? А как так получается? 8 месяцев он живет с тобой? А4 с мамой. Трамвай водит. Ну давай, води трамвай, покажи, какой ты водитель трамвая. Мама и Эмиля мы познакомились, когда мне было 18 лет. Она мне очень нравилась. Мне с ней было интересно, как ни с кем другим. После того, как родился Эмиль, мы стали как-то терять связь, которая была между нами. Ну, в общем, мы стали ругаться очень сильно и практически каждый день. Вот, я понимал, что ребенок тут ни при чем, и он не может видеть наши ссоры. И тогда я принял решение уйти, и мы расстались. Какое-то время сын жил с мамой, вот. А потом так получилось, что сын изъявил желание большое жить с папой. В силу того, что он мужчина, ему, наверное, интересней или проще. Ну, я скажу так, это происходит на самом деле очень редко. Вот прям очень редко, чтобы ребенок не захотел жить с мамой, а жить с папой. Согласитесь. Может быть, там с мамкой там не все так сладко было? Я знаю, быть и жить с папой. И мама, естественно, не могла быть против, потому что она ровно так же любит сына, так же, как и я. Да, с мамой он очень хорошо дружит, общается. В любой момент он может к ней поехать в гости. Либо он папа очень хороший. И как раз он каждый выходной. Ну, это редко так бывает, согласитесь. Одному действительно в каких-то моментах очень сложно воспитывать ребенка. Я постоянно работаю над собой, пытаюсь быть и мамой, и папой. Ты должен давать ему и ласку, и ты должен уметь быть жестким. Вот это да. Наверное, одна из моих мечт, это все-таки обретение настоящей семьи. Потому что на самом деле редко мужики очень мягкие и нежные к сыновьям. Это бывает, да. Но это намного происходит реже. Больше это происходит, когда дочка, да, тогда они такие более... А вот к сыновьям там так, сюда, туда. Там мамочки, там вот это вот. Уй, ты мой пупсик, мальчик, девочка, все равно. Молодец. В полноценной жизни. Это хорошо, я считаю. Самое главное в девушке, которая должна быть с нами рядом. Неважно, она красивая или некрасивая. Главное, какой у нее характер. Главное, как она будет общаться с моим сыном. И примет ли он ее. У меня должна быть уверенность в ней. Ну, вроде он чувак неплохой. С удовольствием программы герои могут познакомиться с несколькими девушками, но по видеосвязи. И только одну пригласить в гости. За семь дней вновь созданная семья проживет целую жизнь. И каждый для себя решит, что будет дальше. Выбирал Александр долго, бесконечно. И, казалось, наша миссия обречена. Ну? Привет. Привет. А, то есть у нее было много девушек? Ну, все мы разные. Ну, если правда, вся моя решимость исчезнет из парица, как вчерашний сон. Это он ее выбрал? Когда ты вновь к тебе в неминность? Или слишком, может, буду приближен. Люблюсь. Продвижен. Сыноль, хочешь посмотреть, кто это? Меня зовут Амния Екатерина. Я живу в городе Жуковске. Мне 30 лет. Еще? Что? Я экономист. Работаю в банке. В отделе гарантийных операций. Вовлекаюсь я практически всем, что вижу, что встречаю. Сейчас я записалась на вокал. У меня были танцы, у меня был теннис, легк атлетик, бокс. Вообще баба побывала много где. Не, ну, подтянутая, спортивная. По-моему, сочетаются, скорее, два персонажа. К раз и перфекционисты, которые делают все четко, правильно. И также, да, это легкая спонтанность, творчество, безумие, не знаю, сумасшествие. Вот, как-то это еще вовремя соединяется. Но пианино играет. Сварщик. Мне нравилось работать своими руками и видеть, как это у меня получалось. То есть, даже, допустим, у нас... Какая-то баба интересная. Боксер, легкая атлетика, танцы, вокал. Вы знаете, я еще и сварщик. Работали сотрудники, которые там сварщиком были уже по шесть-семь лет. Я понимала то, что полуавтомат у меня получался гораздо лучше. То есть, швы ровнее. Баба на все руки. Не знаю, мне было интересно. Я постоянно занята, постоянно что-то делать. Я работаю в банке. Экономист. Короче, времени не хватает после проследних отношений. Прошло уже достаточное количество времени. Вот, да, сейчас я считаю, что готова. Короче, любит попробовать все, я так понял, да? У нее горели глаза, она читала мне стихи. Мы разговаривали по видеосвязи четыре часа. Вы представляете, четыре часа. Ну, сначала как будто же так особо серьезно к этому не относилась. Вот, ну, потом как-то начали общаться. Разобщались. Сюда смотри. Смотрю. Вот то-то же. Ты соскучилась? Блядь! Мастер пикапа! Сюда смотри! Смотрю! Молодец, блядь! Да. Блядь! Она безумно красивая, она безумно умная. А я ей показал фотографию Эмиля, и она расцвела в улыбке, и сказала мне о том, что у тебя очень красивый сын, а для меня, как для отца, это многое значит. Ну, сделала комплимент. Как ты себе представляешь? Она скажет такая... Боже мой, кто это? Ну, любой нормальный человек сделает комплимент. Я не говорю о том, что он некрасивый, типа, ну, это стандартно. Было бы странно, если было бы по-другому. Он в машинку играет, он не особо готов к разговору. То есть ты эгоистка? Почему? Да. Да? Печально. И как вот, как мне думать о будущем, когда ты эгоистка? Я могу извиниться. Чувство влюбленности. Я забыл, что это такое. Ну, возможно. Возможно, можно, да. Возможно, да. Мне так нравится, как они показывают. Четвертый звонок. И не до сраки, что он сидит в том же месте, та же сзади плитка. Все то же качество. Свет не менялся. Прическа все та же. У них уже четвертый звонок. Что первый, что четвертый особо так не отличается. Ну, там, второй какой был. Сейчас тебе 15 лет опять. Сад. Ну что? Ну что, меня посадят. Чего? За что? Потому что я того разговариваю даже. Спустя месяц после того, как мы познакомились, возникло желание видеть этого человека, чтобы он появился рядом с нами. Рады тебя видеть. Помнишь, я спрашивала по поводу... Как она называется? Вокальные школы или как-то правильно? Школа вокалов. Ну вот я нашел ее в Казмодаре. А ты будешь ходить? Сзади так беспалевно оператор стоит за ней. С камерой. Что у меня есть такое? Ну, конечно, да. Да, я буду ходить в школу вокалов. Ты серьезный человек? Нет, я не... Полунамеками Саша и пригласил Катю к себе. Смотри, платье еще. Ээээ... Как тебе? А почему коричневое? Я готова, да. Я готова, да. Я знаю Катю. Как она тебя обычно ведет, когда их кто-то нравится. Мальчику сильно нравится. Да, судя по тому, как она о нем называется. Ну, ты знаешь, подруга, так познакомилась. Подарок сделала. Молодец. Электричка. Беспаленная реклама. Музыка. В 37 минут приезд? А какой у тебя вагон? Второй? У тебя багажа много? Нет. Вообще без вещей нету. Давай я жду, я уже здесь. Ну, цветочки купил. Молодец. Красивая. Очень сильно переживал, сердце колотилось. Вот, что будет дальше. Да, было страшно. Я не знаю, как это делать. Держи. Он худой. Я не ожидала, что он будет таким худым. Бля, вот это трагедия. Знаете, как бывает там, бля, жирная свинья там. У меня... Ты хоть похудей. Он... Он... Он худой. Бля, он худой. Я люблю там это. Он худой. Хахахахахахахахахаеха Ххахаха. Я видела его представляли... Престал ему другу. Ну, он, конечно, говорил, да? Притупреждал меня. Но я не думаю, что... А по камере там вас экрана расширяет, да, Вася. Когда смотришь, там лицо в ширину уходит. короче она любит типа это подарок побольше мальчика они не волну чувак с юмором я пошутил я поверить не могу что мы встретились и сейчас пока я могу разобраться эмоции что настоящий не настоящий я безумно рад что ты приехал наконец-таки короче сегодня у тебя великолепнейший день у тебя будет куча эмоций кофейня ты любишь кашу овсяная вот пожалуйста каша овсяная со всякими добавками полезно по поводу полезности завтраков и всего остального это тебе теперь все ты считаешь что ты пила вот в роли практически супруги любовь они завтраки завтраки не включены ему еще не жена я вообще никто ну я согласен чувак ты немножко спешишь либо у тебя шутки такие я знаю там проходящий идет могу посадить меня беспокоит быт меня беспокоит какие-то домашние то есть дела которые касаются уюта ну там не с порога же признаете приходит девушка приехала в гости заходи так смотри значит швабра вон стоит пылесос как бы а пыль надо еще протереть сделаешь потом как бы сядем расскажешь что чем занимаюсь будет с тобой знакомиться а как ты себе это представляла мне чувак ты немножко как-то не умеешь время лучше сейчас узнать о всех минусах наверное чем узнавать о них потом научу ты чувак я вижу непростой да потом или сейчас проявить а может и не проявит но в общем мы смотрим мы анализируем мы трогаем там трогаем и здесь и понимаем какая будет реакция и от того какая будет реакция зависит все все остальное как тебя здесь балкон круглый балкон попросила бы подать подал и все аккуратно только да аккуратно я аккуратнее некуда как быть и ты не подарок знаете как-то вначале он таким казался таким я вот так вот а вот когда он с девушкой у нее какая-то такая соси просыпается такая не наглость борзота не знак назвать сына если что нет дома сейчас зачем ты ее берешь эту подачу неприятную сын в садике эмиль да вот из него и приживаем подарок дашь он раздобрится ты его выше любимый человек против папа не настраивать ладно мы разберемся екатерина когда я рисовала себе вот это вот как я буду жить у него в квартире я наверное сразу такая так как это здесь у переберут переставлю поэтому не знаю посмотрим бенджем ну вот так вот с этими познакомлюсь это опять типа юмор как тебе смотри короче юморист я понял да это твоя раскладушка это сын будет спать я здесь на коврике а он надо показывать квартиру которую купил что ну ковер а тут строители живут все что было нас просто вчера выгнали из квартиры которую мы снимали и теперь мы будем жить здесь давай я твои цветочки положу короче апола юморист посмотри какая красота оп и почти стоит пойдем я тебе кухню покажу чувствуя себя как дома строители живут я уже но она чуть грязная да мы с вами ли мы же мальчики да смотри вот это вот так раз она работает ладно балкон я сам я сам клал плитку это это самое самое клювое место проходи только аккуратно на нее сильно не наступаешь вы еще не затирал дизайнерский подход это ну что мне пора наверно куда вы хотели я проверял кать билетов нет обратно ты уехать ближайшие сутки двое ты не сможешь вода есть горячая холодная любая наверное это был перебор она не была готова к такому можно меня водички она реально поверила ну да чуть не поверить невероятно я надеюсь что это какой-то дурной сон и что все таки сошлись конечно что есть ребенок по твоему где живет в туалете не пей и я пошутил эта квартира строится сейчас поедем в нормальную квартиру здесь я бы даже вода я знала что чтобы зачем у тебя понравилось все поехали отсюда собираем вещи розы возьмешь я возьму розы конечно все один телефон свой не забудь человек только в стрессовой ситуации может показать свое истинное лицо и я очень часто создают стрессовые ситуации чтобы понять что меня ждет дальше у тебя стресс тогда когда была волга я думаю ты тогда уже должна была догадаться что тебя ждут какие-то сюрпризы шокирующие конечно сюрпризы что пацанчик с юморком нравится не ладно как бы можно один раз посмеяться вот не так чтобы это выпуск на постоянной основе душу весело и если жить без розыгрыша если жить уныло то во что превратится наша жизнь это будет скучно грустно и печально я не хочу чтобы было так я от счастья с ним совошусь ладно не переборщить ты пить воду ничего не хочешь но ну что то я же надеюсь ты не сердишься да нет ну ты понимала что это розыгрыш или или все-таки были мысли о том что на самом деле да у меня были мысли того что как мы действительно дамы там там сыном живете и как бы я там не смогу с вами поместиться века я думаю блин а вещи возьмите цветы пожалуйста проходи но так контраст чуть-чуть другой но то все равно ты сюда где не додела очень не нравится так я сейчас поставлю там что-то упал на на нас вазой надо что-то придумать наверное она ждала чтобы он ее пальто он рисует посмотри на его рисунки угу он любит кошечек прохладно тут мы спим с мелким я его никак не могу отучить ну точнее мне все жалко что он будет спать один вот коль мы живем ты будешь спать в той комнате какой а мы будем ну вот в той а мы будем с спать вот здесь без шкафа в смысле без шкафа там у тебя есть шкаф я безумно счастлива что я не осталась в той квартире в которой я приеду нормально все уютно милый красивый вид потрясающий с окном еще я устала ты можешь так и уснуть кать можно прошло три дня а катя все спит идея для будущей сказки я тебе одну привезла саша саша я приготовил обед-то не приготовим что пошла деваться давай скорее с распущенными волосами вообще класс оценил я перец только чуть-чуть положил прям совсем обычный красный суп с фасолью он нормально я думаю есть можно спасибо тебе тоже и знаешь почему он холодный я сколько ты была в душе минут нет минут 45 а что ты меня обманываешь у меня не было пять минут ну да действительно для тебя время мимолетное видимо вкусный канал точно я надеюсь ты мне поделаешь какой-нибудь суп гораздо вкуснее чем мой еще пилишь за то что она была долгого этого я не хочу давай быстро кушать и сейчас поедем я и буду тебе показывать город иначе потом стемнеет и ногу это не сможешь рассмотреть не надо ныть и конючить иначе я буду себя вести как с эмилием когда он ноет и конючат у меня смешанные чувства не нужно немного адаптироваться не понятно его характер когда все это единое целое то есть нет чтение мыслей там я знаю дом очень красивый сейчас переходим улицу идем налево по той стороне может быть ты рядом с фотоешься это кафешечка мы туда не пойдем на кафешка если она реально закрыт и если реальное помещение сдаются реальное помещение сдается все катя переезжает и посмотри а вот здесь вот как раз столики вот эти летние стоят по поводу кафе я думаю что это просто та история когда творческий человек видя какое-то место ну то есть свою картинку представляет и ей привиделось кафе почему нет это круто нет по моему это шикарное место если ты говоришь то что это центральная улица да это но рядом центральная улица это не совсем центральная но трафик все равно здесь идет но тем не менее может быть это тоже был какой-то такой совершенно серприз что он меня провел мимо вот этого кафе заброшенного чтобы обратила внимание такая богата что ты можешь открыть кафе хотя я сама не знала что я хочу как открыть поля от нас кати говорили по поводу так и я хочу тебе тоже приехали делать тату ох телеканал используют музыку согласитесь вас тоже там музыка лопает так что голос героев не слышно вот а потом тут вспомнили что до звук убавит а кать да ну сейчас все быстренько за сыном сбегаю очень очень волнуюсь переживаю либо я дарю вот ему подарок он радует либо все идет иначе так как дети непредсказуемые поэтому как разросло непредсказуемые дети как раз предсказуемые очень часто он обрадуется и все где наша машина вот она а кто-то стоит смотри это катя а ну-ка пока ты стесняешься но хочешь посмотреть подарок все все хоть в прятки играть давай давай я открою ну а из конфет что это это танк я думаю что не очень понравился мой подарок все-таки надо застеснялся посидеть подумать это все тебе ты будешь делиться с папой или все сам съешь эмиль довольно таки сухо меня встретил я ожидал что он будет таким живым ребенком я знаю его он стесняется гораздо больше когда человек ему неприятен неприятен ну вот все мало немного раскрепостился дайте малому время бля новая баба когда-то подошла коробку подарила слушай а почему трамваи я вообще думаю наш когда я собралась такая ну то есть мальчики любит там и танки машинки нет умели только трамваи нравится трамвай мы с ним часто на трамвае ездили в садик для каждого ребенка это увлекательное путешествие когда ты садишься картинка бегает трамвай сам трясется по рельсам естественно это интересно может мы тоже как-нибудь покатались на трамваях ты узнаешь связывал меня тоже с трамваями у меня новая идея возникла устала так смотришь у меня пока смешанные чувства мне нужно немного адаптироваться понять и уложить в себя все это в голове пока для меня это все непонятно то есть нет вот вот той стыковки когда все это единое целое мы понимаем как будет что будет и так далее то есть нет чтение мыслей а деточка видимо никто тебя не приучил до что есть салфетки можно вытирать рот к тему и папы с творогом чего даже дождя печенье смысле какие-то печенье ты мне рассказать и ты мне утром сказала давай печенье давай сладкого не принеси теперь ты мне говоришь о том что ты не хочешь сладко ты с утра пошел в магазин и сказал то что хочу сыр ты сейчас хочешь одно через пять минут ты хочешь другое творческая личность мне какой-то он очень жесткий заметки записал сыр там зубная паста колбаса еще рады я что ты должен купить грубоват он реально грубоват тело то не хотела вот это делаем вам без творогом их тоже нету бабли закрылись сегодня магазин закрыл как они вообще могли закрывать вот может сегодня пройти за за угол и посмотреть да пойди праве где вчера к ним зашла и уже все люди обанкротились человек несчастье что происходит на чем не может я не купила случая ты мне назад на завтра может быть нет захотела уехать сыра же нет послушаем сырье же проблема понимаешь послушаем я к тебе в гости приехала и девочку жалко а как я себя должен вести у меня должно быть все четко как в армии не так что сейчас я хочу вот это потом я хочу вот это в мир скидзи чего это вот но ты тем не менее по девочке жалко но он меня спрашивал что купить когда в магазин ходила ну как ты не сразу сообразила я же не знаю что он тут на столе выставляет как он здесь живет я же это не знаю там не оправдывайся бля смеешься постоянно тебе все смешно нет она в шоке жизнерадостный человек серьезнее нужно быть посуду в общем помоешь я наелся всего доброго я поехал навстречу но щаса бы ни о чем не поговорили вообще ничьи и вообще разговариваю вот так вот уйдешь да да вот так вот уйду она очень экспрессивная и я не знаю как с такими людьми вообще общаться кто-то вообще за салфетки здесь разбросаны по всему этому а я не понимаю что саш не так он какой-то раздражительный вообще меня не слышит не знаю сынок что папа поедет на работу съездит ты с Катей побудешь хорошо а сейчас я на работу ну надо на работу по делам у меня сегодня встреча важная хорошо ну и поцелуй тогда папку я перегнул возможно потому что я такой у меня возможно серьезно я вообще блин в шоке как она еще так сдержалась проиграет бурлит вот но я вот так живу всегда чувак с тобой жить очень сложно будем милиции или нет блин конечно я я приехал ты начинаешь мне сразу нападать что я приехал и должна тут это готовить билеты взяла иди убирай что нужно есть зубы зубы есть ножницы на кухне пойдем отрежешь подожди я не дели дальше Катя мне ехать надо ты время видел сука ну все брось ее пошли 1228 понимаешь я нагладила все все пошли нет 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 так не и не залезь на меня угу угу точно будешь хорошо сейчас так ножницами на ха ну посмотрим что будет дальше но ну подожди что ты не напишешь что или где ты не хочешь спросить где мы будем вы будете в парке я же вам все сказал ладно все остальное если что ты мне позвонишь ладно пишу так далеко не уходите окей все ясно и будь хорошей мамой а фуквоз давай мне сейчас придется имели собирать одевать он мне не сказал где лежит одежда имели вообще ничего не сказала и не знаю то ли это опять проверка какая-то я же не знаю все одеваемся а ты уходи а я а я отвернусь давай нет уходить да все я пошла ты такой злой вообще не видел на классах своих ну конечно я первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией дети они могут и не принять свою семью я шкафу эмиль ты оделся все все да я и и . . . . . . . . Я не справился. Хотим самокат, их самокатов нет. Я понял, но я перегнул палку, поэтому давай выкатите извинения. Что? Красиво оденься, у меня сейчас будет сюрприз. И мы не будем ждать самокатов? Так, где я? Что? Папа! Что такое? Хочет на самокатах покататься. Ну, определитесь уже сами там вдвоём самокаты. И самокаты у вас, в общем, люди назначили 30-40 минут. Я ничего не поняла, папа хочет нас куда-то забрать. Потом Саша позвонил, сказал, что у меня есть 30 минут на сборы. Ну, я не была удивлена. Точно знала, что мы куда-то пойдём. Ну, он такой в приказном тоне, вот знаете, ты должна это... Готовься, идём. Дождёмся папу и уедем. Я не хочу. Он тебе какой-то сюрприз хочет приготовить. Ты любишь сюрпризы? Ну да, пока я не хочу. Я не смогла с Эмилией наладить контакт, чтобы у меня слушался так же, как папа. Я подыскивала какие-то ключи, подходы. Он тебя просит что-то делать, а ты не делаешь, капризничаешь. Вот он по этому поводу и будет ворчать. И на меня ещё будет ворчать из-за этого. Пойдём. А зачем? Он хочет что-то переоделась. Он какой-то хочет приготовить сюрприз. Видимо, я должна красиво выглядеть. А вот так вот я не могу. Почему? Ну, это же одежда для прогулки. Пойдёмте, я с ним, да. Какой у вас интересен ноутбук? По-моему, ты его уронил или стукнул. Смотри, какой лучше? Красный. Красный. Потому что мы любим красный. И ты будешь красный, да? Вот так и пойдём с папой встречаться. Красным. Да? Да. Отлично. Что ты вообще делаешь? А я красная. Чтобы понравиться твоему папе. Слово, вот эта хрена ему нравится. Не знаю, что он там приготовил, но, в общем, я думаю, что выглядит тебе подобно. Так что. Одну секундочку. Здравствуйте. Я Даша. Даша? Да, меня позвонила Александр, попросила посидеть с Эмилем. Проходите. Няня? Нет. Не няня. Не няня. Подруга. Бывшая девушка. Окей. Девушка. А-а-а-а. Бывшая девушка. То есть, чувак, ты серьёзно. Ты приглаши... Пригласил бывшую девушку посидеть с ребёнком, пока ты с нынешней девушкой будешь гулять. What the fuck? Бывшая. Ну, всё нормально. Ты серьёзно? Всё нормально? Что происходит? Саша? А, у него уже зарядки не было. Давно? Давно встречались. Год назад расстались. То есть, это у вас нормально, что он тебе звонит, просит посидеть с Эмилем? Судя по всему, да. Мы с ним остались в очень хороших отношениях. Чисто по трахульке и всё. Да. А сколько вы вместе были? Полгода. Полгода, да? Ну, я считаю, что полгода этого в принципе достаточно для того, чтобы начать как-то семейный быт. Совместный. Ну, видишь, а я уже не успела знакомиться, а уже живу с ним. Отличный сюрприз, Саша, мне приготовил. Ну, это такое себе. Ну, окей, ладно. Ну, я как бы ему зла не желаю, а только добра. Поэтому... Любит вкусно покушать. Домашнюю еду. Что любит? Да уму. Что она? Голубцы в виноградном листе. Это самое любимое блюдо. Ну, уже девчонки. На секундочку. А? Встретились сегодняшнее бывшее обсуждаю, что любят их мужик. Вот это. Клятс Lapar prasnik. Она должна быть девушка праздник. Она должна быть flamingos. Нужна быть всегда красива. Всегда должна быть вкусно. Вся должна быть всегда. Все должна быть быть чисто. Мы же хотели с папой пойти, да? монтажно папа так делать? Зачему он позвал с тобой сидитесь, если ныне хотели сюрприз получить? Да? Ну, да. Либо это проверка до сих пор. Но Antara чересчур. Ли докажешься в себе. А ты? Блим у чувака с голову не всё в порядке. Почему? Потому что сюрприз это весело. Приглашать бывшую? Ну, ладно. Посмотрим, что он хотел этим добиться. А давай ему скажем, что я кушаю. Хитрец. Кто там, папа? Ух ты. Какая ты красивая. А я? А почему ты так из масла? Папа делал машину. Теперь мы в ресторан, наверное, не поедем. Это был твой сюрприз. Ресторан я готовил заранее, ещё до того, как приехала Катя. Всё это продумывалось буквально там весь месяц, наверное. Я считаю, что не было никакого сюрприза. И что он просто пригласил, да, что меня проверит, да. Да, чувак. Ой, я, наверное, тебя домой провожу. Ну, потому что мы уже в ресторан не поедем. Сейчас мелкому в школу тебе надо собираться. Поэтому где твои? Какое ещё близко? Как это, какой школа? Поди под руки, пожалуйста. Я понимал, что, скорее всего, это выглядит как оправдание. То есть какие-то проверки с моей стороны. И да и мы до этого ругались. Ты ела? Чувак, ты дурак? Почему ты не в настроении? Зачем ты Дашу позвала? В смысле? Даша должна была... Мы бы ребёнка куда дели, когда мы поехали в ресторан? С собой взяли. В смысле с собой взяли? Почему, когда я разговаривала с тобой по телефону, ты не мог сказать... Потому что у меня сел мой телефон, и я не мог тебе позвонить. Мы с тобой разговаривали. Мы с тобой разговаривали. О чём? О том, что ты хочешь, чтобы я там что-то как-то оделась, и что мы куда-то пойдём. Ну, оделась, всё правильно. Почему-то мне тогда не мог сказать, что мы не берём с собой мир. А я замотался, и день вот так вот идёт, идёт, идёт. И ты знаешь мою память. Это всегда так происходит. Ну и я тут... Извините. Что за день? Я думал о том, что может возникнуть какая-то такая нелепая ситуация, но опять же, ну, возникла такая ситуация, да. Заодно мы опять проверили качество. Чувак, ты мерзкий. Без обид, но мне девку жалко, если честно, ребята. Такого вытворяет. Она уже и сама не рада. Я не думаю, что вы будете встречать с какими-то бывшими девушками. Ну, бывшая девушка, блин. Она могла бы вообще не говорить, что она бывшая девушка. Я её не пустила в квартиру, пока она не сказала, кто она. В смысле? Что? Нет, нет. Ну, это не проблема. Я просто тебе говорю, понимаешь? Это не проблема. Ну, бывшая жена будет приходить тоже. Чего горд? Я здесь ничего не знаю. Я понял, я был не прав. Вот. Прости меня за это. Иди сюда. Когда ты снова можешь обнимать человека, этот человек для тебя дорог, естественно, ты чувствуешь что-то невообразимое. Я говорю, может быть, виной всему это странное небо с плывущими по нему странными облаками. Не, просто у чувака с головой немного временами. Бобо. Я просто, как-то не знаю, как будто в какой-то пространстве находишься, ты меня недослушаешь, начинаешь там что-то своё говорить, прибивать. Что? Это нормально, когда два человека вот так встречаются. Да, и у одного с головой проблемы. Они ещё не понимают. Вполне нормально. Мы должны понимать друг друга сразу. У нас должно строиться всё легко. Ну, почему я не могу быть вот таким, если я вот такой? Ладно, будь. Такая сейчас удача. Рада была познакомиться. Сколько? А сколько мы Эмили забираем? Восемь минут сорок пять. Пойдём. Пою вам. А ты хочешь остаться? Хочу. Мочи Катю. Быстрее, пока можно. Давай, войнушки, ну же. А теперь Эмиля. Катя. Катя, теперь Эмиля. Скорее, мы меняемся. Мне нужно осознание того, что я в нём уверена. То есть, либо это нужно время, либо нужны какие-то его действия. У нас пошло как-то... Отношения пошли не вперёд, а наоборот назад. Стали ухудшаться. Странно, почему? Нужно просто что-то делать. Может, чувак, проблема в тебе? Тонение вышло. Он решил наконец-то романтику сделать. Солнце моё, ты проснулась? Смотри, что у меня есть. Катя. Серьёзно? Ну да, но ты на том три. Но это ещё не всё. Сейчас, секунду, подожди. Сейчас ещё чип приедёт. Ну молодец, что я могу сказать. Катя. Что-то хорошее хоть сделала, бля. Мы ж ругались с тобой по поводу готовок всё. Что? Она в шоке. О май гад. Вкусно. Угу. Спасибо. Ты мне хочешь... Подожди, да, да. Катя, мне кажется, ты чуть-чуть мазал. Дело в том, что с проверками-то я действительно переборщил. Поэтому, естественно, я решил показать себя с другой, с лучшей стороны. Где Минь? То есть ты дурак был на камеру? Ну ты реально переборщил туда, если это так и было. Посмотрим. Пойдём на кухню, Катя. Завтрак. Никто, наверное, так не делал. Точнее, не могу вспомнить. Но вот так, чтобы на машинке и вот эту... И вафли, которые я хотела уже два дня с тех пор, как я сюда приехала. Чувствую себя королевой. Прощём. Это хорошо. Я пошёл. Что-то наезжал, наезжал я на тебя по поводу готовки. Вот, ты же у меня гостья. Поэтому предлагаю, чтобы мы сегодня что-то приготовили вместе. Чтобы не ты одна тут на незнакомой кухне, где что, какой ножик взять, вилочку и так далее. А чтобы мы вместе что-то с тобой сварганили. Что? Ну что ты с этой готовкой пристал? Я не пойму. Смотри, ты хочешь вообще никогда не готовить? Мы есть что-нибудь, должны? Мы поедим, Саш. Ну, я же говорю, сегодня давай вместе с тобой вдвоём приготовим. Какой-то так вот это вот преподносишь постоянно. У тебя какая-то, я не знаю... То есть... Готовит к тому, что... Чувак хочет жевать. Я здесь буду там... Если я буду с ним жить, я... Должна, обязана, должна и обязана. Ну, такого не должно быть. Должно быть всё как-то... Ну, как-то... Спокойней проходить. Да чё оно? М? Ну, бзик, что ли, на этой готовке. Ну, давай сходим в магазин, купим продукты, давай что-нибудь приготовим. Ну, нет в этом никаких проблем. Так я тебе об этом и говорю. Сейчас я ей просто сказал о том, что я ей с удовольствием помогу. То есть, чтобы не скинуть на неё всё сразу, мол, давай готовь. И всё равно встретил какую-то не совсем адекватную, на мой взгляд, реакцию. То есть, то, что сидит сзади оператора, это херня. Она переоделась, да? Я понял. Я хочу у спагетти. Копли, савлету. Помидоры. Это хорошо. Нет, помидоры лишние. Хорошо. Сейчас, секунду. Да, Витя, привет. Алло. Саша, привет. Ты скажи, что в три часа всё в силе? О! 14.24. Витя, я вообще забыл. Давай тогда, мы в темпе вальса собираемся. У меня тут Катя приехала из Москвы, я тебе про неё говорил. И, в общем, мы вместе подъедем. Катя. Угу. Сейчас, если хочешь, поехали со мной на работу. Тем более, Витя сказал, что ты уже едешь со мной. Поэтому поехали. Побежали. Угу. Катя, рубашку мне погладишь? Угу. Ну, я знаю, что ты не любишь это дело. Не, ну, причём здесь это? Погладишь? Вообще, знаешь, что надо, Саш? Надо купить отпариватель. Чего тебе надо? Да, деточка, я тебя даже обниму и поцелую давай. Ух ты, ничего себе. У тебя даже утюг порует. А ты говоришь, отпариватель. Вообще, умничка здесь. Чтоб я без тебя делал, слушай. Кто бы мне гладил эти рубашки, а? Кто бы тебе гладил эти рубашки? Сам бы гладил эти рубашки. Не-не-не, ничего. Всё хорошо, да? Всё, да. Ну, ёхта вызывает. Хозяйство тоже как-то вот напрягает. Долго нам уехать? 35 минут. Отлично. Ты можешь за это время успеть заняться своими делами. Десять тысяч раз. Это будут заметки? Или ты посвятишь мне стихи? Я к вам пишу. Чего же боли? Что я могу ещё сказать? Теперь я знаю ваши воли. Меня презрением доказать. Первый раз в жизни сегодня было так, что довольно близкий мне человек читал стихи, когда я просто управлял машиной. То есть это было ни с того ни с сего. В высшем сужденном совете. То воля неба. Я твоя. Точно? Смотрим на дорогу. То воля неба. Я твоя. Вообще вот это вот мне показалось в тот момент более подходящим. Ниже чем читать мертвеца блока. Будем к морю. Будем жарить бананы. Я вижу уже эту картину. Я в море. По колено. Жарю бананы. Она его рисует? Всё, ничего. Получается. Сейчас ничего, никаких штучек не висит. Мне никто не дарил таких штучек. Так как у нас сегодня спокойный день. Без ссор, без рук. Не, я думаю, что будет что-то приятное. Вообще, мы с Витей уже переговорили на самом деле. То, что надо. Мы сейчас будем сшить. Ты умеешь? Если ты умеешь, мы тебя сейчас научим. Вартыки, юбки. На чешки. Интересно. Интересно. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, ребят. Что, кто? А что, нет? А ты думала, нет, что ли? Оля, мы можем дать ей какую-нибудь машинку, чтобы она попробовала? Она заявила только что, что она умеет шить ночнушки, платья и так далее. Я, конечно, ожидала не этого. Я думала, что я увижу действительно достаточно работы. Единственное, закрался момент такой. Когда мы заходили, я увидела вывеску, там, крок шитя. Я думала, ха-ха, смешно, да. Все-таки он давит на то, что я, там, женщина должна, там, все готовить, там, убирать, стирать, вот, шить, ну, в общем, делать все вот эти вот женские штучки. Так, а как она у нас поднимается? Шикардос. Я думал, что я подшучу над ней, что это опять будет какой-то очередной розыгрыш. Тут я обалдел. Она действительно умеет шить и делает это круто. Как ты думаешь, иксесс, я думаю, подойдет, да? Угу. Вот комплект. Сошьешь, да? Когда Катя выезжала из Москвы, я попросил, скинь мне вот эти вот эти размеры. Ей ничего абсолютно не объяснил. Думаю, ей будет очень приятно, и она будет удивлена. Решили сшить ей нижнее белье? Так отнеслась к этому скептически, такая, думаю, какая-то ерунда полная. Катюш, нам нужно ехать, у нас время. Займи, нам сад нужно просто. Поехали. Поехали. Саша? Я назад задаю, не отвлекай меня. Угу. Ты всегда так недовольна. Не, я сосредоточен на движении. Участник спал. Молодец. И что, ужинать будем? Будем, конечно, я целый день голодный. Замутим. Эмиль, ты где? Ты пошел переодеваться? Ну, майку давай другую я дам тебе. Да блин, я не буду. А че так? Ты че психологишь? Папа. Иди сюда. Не хочу. Ты в ней приехал, ты в садике целый день был в ней, понимаешь? Хочешь, я тебе другую с кисой с какой-нибудь дам? Если ты эту не хочешь. Это вообще енот. Ну, хорошо, я знаю, что енот. Ты устал сегодня? Угу. Да? Намашу ее вот так пенкой. Да. Вот. Все. Саша наконец-то начал понимать, что не надо на меня давить, что лучше вот так вот степенно, шаг за шагом, там, притираться и понимать, кто что друг от друга хочет. Ты помидоры режешь быстро? А? Давай, выбирай нож и устроим соревнование. Шутка. Ну а что шутка? Это опять какая-то очередная проверка. Такая проверка. Я решил как-то сделать веселее процесс нашей готовки. Вот и все. Эмиль, я пойду позову пока, он будет в нашем брейсере. Да. Эмиль! Как резать-то? Квадратиками, кубиками, ромбиками, кружочками, дольчиками. Ну, кружочки. Папа, зачем зовешь? Как зачем зову? Смотри, у нас сейчас будут соревнования. Ты главный судья. Кто быстрее из нас порежет эти три помидорки? Вот кто первый это сделает, ты кричишь, все, Саша или Катя выиграла. Да? Угу. Папа, можно я съем этот помидор? Какой? Кушай, кушай. Готовить вместе это гораздо интереснее. Не так, как он мне говорит. Женщина должна стоять у плиты и так далее. Ты просто у него шутки, так понимаю, затянулись, да? А за Катю ты будешь болеть? Саша, ты меня вообще-то поздно думаешь? Я не хочу перестать. Дай нож мне вот этот. Хорошо. И все. Дурацкий помидор мне достался. Ты думаешь помидор? Конечно, нож мне режет, дурацкий помидор. Все, помидор. Давай, чтобы было по-честному, делаем вот так. Смотри. Смотри, давай. Просто с одним помидором. Кто победил? Скажи, Катя. Кто победил? Нет, я. Наверное, ты. Наверное. Неподкупный судье. Посчитай, сколько у тебя. Раз, два, три. Да, в этом спор я не выиграла ничего. Я даже не старалась выиграть. Я думаю, она никогда в жизни не готовила и не умеет этого делать. Ну что? Так. Ноги. Зачем? Ноги. Ноги вот здесь внизу. В смысле не хочу? Не удобно. Сядь нормально, говорю. Хочу. Раз. Два. Выходи за стол. До свидания. Иди, говорю. Пошел отсюда. Уходи. Сел тогда. Сядь, говорю. Нормально. Подвинь стул. Вот так кушают. Вот, пожалуйста. Приятного аппетита. Саша открывается для меня с разных сторон. Уже не подбирает настроение. Такое, какое оно есть. Я вижу там во всех ситуациях. И ей это не нравится. Просто мне нужно вот понять, как вот реагирует, когда он там злится, допустим, как это сгладит. Где у нас соль? Вот этот ящик открываешь крайне справа. Вот туда за мукой. Пакет. А что, у нас нет сольницы? Мужчина-мужчина. А зачем? Мужчина-мужчина. Ты уже здесь три дня могла бы пойти, ну, увидеть, чего нет и предложить купить это. Он не понимает моих шуток. То есть... Ну да, вас принимают штыки. Не понимал какого у него строения. Можно тогда шутить. Нельзя. Мы просто ели. Мы посетили и ели. Давай, кушай. Чего обижаться? М? Встал и вышел. Чего обижаешься? Такими ногами никто не сидит и не кушает за столом. Я тебя сколько раз учил? Я кушаю. Встала и вышла. Отличный пример для ребенка. Сосиски. Ты же любишь сосиски? Давай сосиски покушаем. Не хочу. Если мы не будем сейчас кушать, мы пойдем спать. Одного тебе положим и уйдем. Ненавижу один спать. Так веди себя хорошо. В комнату свою иди. Возьми тетрадку логопеда и то, что она задавала, можешь посмотреть. Либо учебники свои достань, посмотри домашнее задание. Чего ты меня кричал? М? Он хотел сидеть. По твоему примеру. Это не мой пример, да. Можно же вот так сидеть, да? Круто вот так. Круто? А если он в гостях со мной так сядет? Саш, ну что ты придираешься? Он все прекрасно знает. Саш, я понимаю, что он прекрасно все знает. Зачем ты кричал на него? Я не кричал на него. Ты сейчас это на камеру говоришь. Кричал на ребенка. Вообще ума нет. Нормальная ты? Кричал. Орал как резанный. Да. Дом 2. То есть... Ну... Уроки делаем? На. Поехали. Нет, этот я уже ввел. Вот теперь вот эти вот палочки нарисовываем. Оп. Оп. Ну давай вместе будем делать. Ну ты хитрый, конечно, вместе делать. А что это такое? Ну на что это похоже? А это что тогда у него? Аккуратней, по 10 раз линии не проводи. Мы с ребенком делаем домашку и ты нас отвлекаешь. Сына. У меня просто сегодня болит голова, вечером жуткая. Когда у меня болит голова я злой. Пойдем с папой отдельно делать. Катю. Решил отморозиться. У Кати есть свои дела. А мы пойдем сами вдвоем делать. Да? Давай целуем Катю. Катю целуем. Вот так вот. Дай папа Катю поцелует и извинится. Мы будем больше срежаться, да? Да сынок? Угу. Угу. На самом деле я уже давным-давно остыл и здесь ничего такого. Обычная ситуация, обычная ситуация. Просто я очень подрывной, блять, подорваный на голову. А потом всё нормально. Да, ребенок тут тоже накалил ситуацию, это все понятно. Хотела защитить Эмиля, вот, а получилось то, что... Сама схватила, да? Показала ему все-таки плохой пример. Я потом уже поняла, что он сказал, вот, а потом поняла, что все-таки... Да. Ну, он очень вспыльчиво реагирует. Либо к этому нужно провыкнуть, либо, ну, извините. Можно к вам. О, пожалуйста. Читать. Эмиля сочинила сказку. Катя будет читать сказку, да? Сказку, как дед насрал в коляску. Знаете эту сказку? Очень популярная сказка. Можете внутреть и пробить. У короля появился небольшой шрамик, который поролен ныло в тоске и грусти. Посоветовали обратиться к королу Дунианаш. Король сразу связался с ней по волшебному зирку. И та посоветовала ему влюбиться. Кинула она в свой большой котел несколько волшебных трав. Все хорошенько перемешала. И пред королем предстала девушка с миндалевидными глазами. А дальше... Привет. Меня зовут Кэти. Привет. А что ты делаешь вечером? Сперва у меня танцы, а потом занятия по вокалу. Ну, а еще я улетаю в дальние дали. Эй, а вернешься когда? А когда надо. Весело смеялась соревнованным смехом девушка. И в душе короля как будто расставил маленький кусочек льдинки. Ну, чем быстрее, тем лучше. Король через неделю поехал встречать веселую Кэти. О чем-то мне говорит эта сказка. Мне кажется, она написана про нас. Чем она закончится? Саша, мы уже по ходу допишем нашу сказку. Да? Хорошо. Все, тишина и покой. Целуй Катю. Говори спокойной ночи, Катя. Нет. Нет? Ты стесняешься Катю? Нет. Но, тем не менее, поцеловал, да? Чтобы повернулся. Вот. Все. Она может не понимать меня, я могу не понимать ее. Вот. Но, тем не менее, сейчас я понимаю, что у нас начали находить общий язык. Если у нас с Сашей все получится. Если? Мне, наверное, придется немного измениться. Так как это, ну, серьезно, это семья. Это, ну, Саша, ребенок. То есть, я думаю, что что-то придется в себе. А где нижнее белье, которое шили? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эмиль, по полу катаешься? Субавку сделаю. Попастет бы сругать Эмиля, да? Нет. Нет. Вот так вот. Ага. Быстро поднимайся. Быстро. Все, пошли переодеваться, поедем. Что? Куда? Очень часто на выходных мы просто с сыном садились на трамвай, ехали куда-нибудь в другой конец города, там, в какую-нибудь кофейню, заходили, пили кофе и обратно ехали на трамвай. И он был восток. И малой полюбил трамвай. Все, никуда сейчас не поедешь. Время уже. Мы для него стараемся. Либо они заказали праздничный трамвай, есть же такая штука. Сам переоденешься, хорошо, мы с Катей выйдем, да. Давай. Мы выходим с Катей, да. Две минуты тебе хватит? Не в шкафу. Вот тут одевайся. Кого ты стесняешься? Никого нет? Мы ушли, Эмиль. Мы ушли, а там еще камеры. Может, мы тоже как-нибудь покатались на трамваях. У меня новая идея возникла. День добрый. Ну, а линда трамвая. Скажите, пожалуйста, в трамвайное депо попал, правильно? Да, совершенно верно. По какому вопросу? Отлично. Скажите, пожалуйста, мы хотели бы организовать как-то экскурсию для моего ребенка в трамвайное депо. Дело в том, что он огромный просто фанат трамвая. А нам в этом рассказывать какие-нибудь истории? Я не знаю. Я договорился просто, чтобы нас туда пустили, а там уже посмотрим, будут нам показывать что-то, рассказывать либо еще что-то. По факту разберемся. Ты крутыш мой. Иди поцелуй тебя. Зачем мы опять взяли эту кофту? Я не знаю, он захотел эту кофту, наверное. Он сам выбирает вещи, какие он хочет одевать. Ты маленький свин? Угу. Угу. Все, поедем. Эмиль, а ты знаешь, куда мы с тобой сейчас поедем? Нет. А догадываешься? Что? Ммм, что? Что? Как ты думаешь, куда мы поедем? Да я сам не знаю. Ну вот предположи, что было бы тебе прям интересно и интересно. Мм? Так, все. Встаем с пола. Поехали, сынок. Почему я нервничаю? О, Катя, представляешь, трамвай едет. А вот сюда вот. Зачем? Куда мы едем? Ну, малому интересно. Куда мы едем? Отгадай. Пока ты готовь. Трамвайное депо. Трамвайное депо. Круто. Кто-то, наверное, экскурсию проведет. Я не мечтал о таком в детстве. И у моего ребенка, у него сбылась его детская мечта. Меня зовут Олег. Очень приятно, Олег. Пойдемте. Ну что, пройдем? Это депо было открыто 105 лет назад. А, короче, тут есть и экскурсионные варианты тоже. Контроллер. КТМ-5 видишь? Да вот эти вот. Вот это КТМ-5? Вот, пойдем сейчас его и смотреть, да? Ну, так это уже сразу видно, что здесь проводятся экскурсии. Следующая остановка улица Старкова. Обслуживание. Ну, молодцы. Малому мечту воплотили. Кто почем тащится, как говорится. Ну, вот ты такой современный. Ну, нажимай сильнее. Смотри. Опа, видишь? Так. Ну, молодцы. Да, давай. Пятерку хотел тебе, да? Пятерку? Не надо мне пятерку. Мне тебя достаточно. Все, все, отпускай. Все. Поход в трамвайное депо действительно стал для нас чем-то новым. Это вот наше. Вот. Вот. Мы втроем не ругаемся. Все спокойно, все хорошо. Удаляй. Зачем? Да я шучу. Слышь меня. Сейчас поедем. Я отвезу Эмиля. Короче, ей, если она хочет быть с ним, нужно понимать его шутки. Потому что они чересчур серьезные. Есть кое-какие дела. А потом для тебя очень приятный вечер. У нее специфический юмор. Приятный вечер. Надо понимать его. Хорошо? На выходных. Что на выходных? Не будет Эмиля на выходных? Он поедет отдыхать. А мы будем вдвоем. Мы поедем на море? Почему мы не поедем на море? Мы поедем на море. Вдвоем поедем на море. Конечно. Будет романтик для тебя. Да. Ай, прямо расцвела, бля. Ну, знаете, лазерит, как бы, ну, с ребенком. Не без ребенка. Ну, ладно, пойдем вдвоем на море. Лакое море, куда пойти в Ялту? Есть некоторые моменты, когда должны находиться только двое, иначе ничего не получится. Вот. И тогда, естественно, у меня возникла идея, что мы должны отвезти Эмиля к Даче. И Даша с удовольствием согласилась. Ну, все, девушки. Саш. Слушай, а ты когда приедешь? Ну, через часа полтора. Ого. А что? А, нет, ничего. Ладно, я тогда займусь тут чем-нибудь. Чем ты там согласилась? Ну, придумаю что-нибудь. Позвони, как будешь подъезжать, ладно? Да, хорошо. Я пеньюар надену. А, она будет ему голубцы готовить? Та же говорила бывшая, что там, голубцы любит в листьях винограда? Я угадал. Видите, даже бывшая баба оказалась даже и полезной. Ну, молодец, прям. Ну, я понимаю, он от меня ждал вот этого, как бы, самого начала. Ну, просто все это агрессивно мне подавалось. Вот. А сегодня мы не разговаривали, по-моему, там, готовки, никакого давления. Ну, просто я захотела сделать ему сюрприз. Пёрнуть захотел. Простите за мой юмор. А что это у тебя? Ну, не только же у тебя могут быть сюрпризы. Вот так. Давай. Ты можешь прям вот дёрнуть, и оно откроется, я думаю. А, нижнее бельё. Ой, ну сегодня, короче, у кого-то будет... О, май гад, что это? Чунга-чанга. Ну как? Вечер удался. Спасибо. За нас. Так, ладно. Прошу вас звонить. Пойду одену. Ты серьёзно? Ты сейчас в этом выйдешь? С этим подарком, с размером, цветом и так далее. То, значит, всё. Всё. Это всё отлично, и дальше пойдёт как по накатанной. То есть, это как-то был такой знак. Я хотела проверить. Короче, понятно. Мне понравилось, спасибо, поверила. Всё, я убираю тарелку. Спасибо тебе за ужин. Тебе за подарок. Не, Саш! Подарок классный. Я смотрел, как сидит. Божественно, просто. Катя, она находилась в чужой квартире. Естественно, она была напряжённая. И поэтому у нас всё не получалось. Не стоило тогда давить. А сейчас Катя расслаблена. Сейчас она чувствует себя хорошо. И она вот та самая настоящая Катя. На меня это самое главное. Ага. То есть, пожахались. Уже всё, котик. Сашенька. Пупсик. 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 море приехали я думал в этом роли на море там куда-то за границу там где жара лето вы ну ладно аккуратно море каждый море воспринял по-разному сразу голову потерялась судя по всему это был сюрприз потому что в такое время возле моря когда нету людей не думал что они там ищут по кого же покатать бы в холодное время забыла про свои сумки даже ну да там людей вообще нету давай я тебя покатай прокачу ты мой молодец ты идешь за мной видишь как кормить яблоками ты глянь ты еще и разворачиваться умеешь обалдеть кто ты думал лошадь ходит только прямо там наша корзина пойдем ну иди ко мне иди пойдем саш а где не знаю саш ты издеваешься смысле издеваешься опять я виноват я не разогрел это нормально то что мы садимся на лошадь вообще нет ни о чем не думаешь слазишь нет давай а в чем трагедия где корзина но там спрятали корзину чё так поднимать бучу то у вас лошадь осталась корзина вернется забираете пойдем искать дальше у людей спросим спасибо ну съемочная группа забрала а начну все ладно я думал ради корзины это она она просто фотик хорошо вы говорила чем аппарат мой целый целый никто не брал ты больше перебиваешь где крышка паникерша я думаю что если бы это произошло там наши первые дни у нас был бы такой скандал что тут и сама устроила скандал для не доехала типа топора алё привет нашла свободная минутка позвони подруги я и дам давно обещала ой подруга познакомилась с его сыном с эмилием линцы вообще просто золотце да я даже не ожидал это знаете показучно этот разговор с подругой ой и вообще а он какой подруга то ты что железную дорогу там строили там когда мы не ругаемся вот все хорошо но на самом деле он быстро отходит знаешь еще нет ну посмотрим посмотрим так ладно я с тобой прощаюсь да я пойду уже к саше наверно сидим а то и мы сейчас закат весь пропустим все пока рад вас пишет давай пока пока угадай кто здравствуй привет что ты здесь приготовил у нас с тобой ты не замерзла гуляла кстати да ты такая невнимательная у меня что кое-что не заметила я думаю это специально такое для моего фотоаппарата сделал да конечно я вчера полдня ходил выбирал специально для твоего фотоаппарата не знаю давай как-нибудь я тебе вот так закутая самое главное чтобы шея не замерзла вот да я знал что на море будет холодно что море это всегда ветер и я решил купить и вот этот вот полотен на ее глаза зеленые мои глаза голубые плюс красный который любит эмик мне казалось что ей очень понравится он обидеть руки то холоднючие шапка будут тоже помогла бы с перчатками вот так вот пытать я их еще держать сверху буду все тепло спасибо вот вот да вот как я хотела все так легко спонтанно и непринужденно. Мне вот этого надо было. И сразу как-то все пошло, все гладко. Как-то пару месяцев назад в одной из социальных сетей я писал огромный длинный пост о Сибеев. И там я описывал, что я, наверное, уже не могу любить, я не могу ощущать тех эмоций, которые я испытывал в свои 18 лет, когда я безумно любил свою супругу. И вот раз, и магия, и химия, и все это снова вернулось ко мне. Магия, химия, кекс. Мы сегодня поедем на море? Нет, сегодня мы не поедем на море. Почему? На море ездить на выходных. Сегодня другие планы. Ты город не видел, а хочешь на море. В парк пойдем? Ну да. Я одного раза на море была мало? Конечно. Ну ты же хотел. Сейчас ты скажешь, давай пять минут, на сбор выходим. Ну да, ты как думал? Мужики как собираются? Пять минут и готовы? Все-таки мы разные. И думаем по-разному. Ладно, десять. Хватит? А я ведь теперь знаю, где не нужно перегибать палку, как можно больше разговаривать. А в любом случае ругаться мы будем, как и все люди ругаются. Главное, чтобы мы могли мириться. Ну логично. Так сказал, ну да, мы будем сраться, посылать друг друга. Нормально. А, ты татуировку до сих пор? Слушай, мне сейчас Бронислав написал, сказал, что мы можем подъехать сегодня. Если я уже точно определилась насчет этого. Отлично. А я определилась. Определилась точно? Да. Я уже выбрал, я уже знаю, что у меня там будет. Угу. А ребенка до сих пор у бывшей? Ты в душ не пойдешь? Уйду. Мне надо в душ еще. Нет, да смотри, какое красивое. Вот здесь вот, как-то посередине. А там дучи. Я же говорю, почти Питер. Погода меняется так же. Смелем? Да. Надо было вот сейчас, ну что он там сейчас дальше делает? Сидит дома, не просит. Нет, почему? Они играют где-то на площадке, конечно. Ты что? Эмиль дома не может сидеть. Вообще, воспитывать ребенка тяжело? Тяжело ли воспитывать ребенка или одному тяжело ли воспитывать ребенка? Ну потому что я вот вижу Мили, он такой... Он воспитанный мальчик. Да. Ну вот как тебе так? Я все делаю, чтобы он был воспитанным мальчиком. Тебя так же воспитывали? Я бы не сказал вообще, что меня кто-то прям вот воспитывал. Как объяснить-то? Ну то есть у мамы была работа, ей нужно было обеспечивать семью, а я был предоставлен, наверное, больше сам себе. Вот. Мне было 7 лет, и он пропал без вести. Да. То есть ты помнишь? Ну какие-то воспоминания есть, какие-то картинки в голове возникают, но не особо. Давай не будем. Я никогда не хочу никому рассказывать о своем отце, и всяческий раз я просто закрываюсь, и для меня это действительно больно. И некоторые моменты такие. Ну то есть вот, к примеру, мои одноклассники, мои друзья приглашают меня домой, и там у них, естественно, есть и мама, и папа. Я вижу, как они проводят время, а у меня этого всего нет, у меня этого всего не было. И там, к примеру, мой друг едет с папой на рыбалку, а я не могу поехать с папой на рыбалку, потому что банально папы нет. И вот, ну и есть какие-то моменты, когда требуется его совет, требуется его помощь, а я не могу никому обратиться. То есть у меня всегда были люди... Многие без отцов живут, а и без отцов и матерей. А дети здесь дома? Я знал, что у меня есть отец. Что он всегда может не так жить. Я сошел в полной семье лучше, но... Я когда-то себе дал обещание, что, что бы ни случилось, я всегда буду рядом. Если у меня не получилось с его мамой, это не значит, что я должен пропасть из его жизни. Ну, такого просто не может быть. И... Иди ко мне. Иди. Ну иди к дяде. Ну ладно. Пойдем дальше гулять. Посидели? Насиделись? Нет. Я думаю, что это тяжело. То есть Саша до сих пор не может быть в каких-то моментах, не может с этим справиться, не может это принять. Ты просто не хочешь об этом вспоминать? Он чувствует, что Эмилию он должен дать все, чтобы он никогда не чувствовал, что он живет в какой-то неплноценной семье. Мне кажется, мы по этой улице уже гуляли. Да? Да. Саша, это мое кафе. Кто здесь в том гости? Не знаю. Пойдем посмотрим. Это кафешечка? Либо мини... Нет, дай здесь реальный кафешечка, если она реально закрыта, если реальное помещение сдается. Если реальное помещение сдается, все, Катя переезжает. Ну ты посмотри, а вот здесь как раз столики вот эти летние стоят. Мне было важно показать, что я настоящий мужчина и что я готов делать ради нее абсолютно все. Не, ну чувак, молодец. Ты просто вначале таким говнюком был, серьезно. У тебя такие проверки жесткие чересчур. 5 столов. Сильно ты в роли выживаешься. Говнюка. А так вроде и нормальный чувак. Как было бы внутри? Слушай, ну откуда я знаю? Я же не была внутри, мне надо видеть, когда я зайду. Что, мы уже открываем здесь кафе? А ты уже готова переехать в Краснодар, чтобы у тебя появилось это кафе? Да? Или нет? Ты понимаешь, вот все, о чем я думала, все, о чем я мечтала, это как-то все складывается. И? Да! Я согласна! Представляешь, как нам будет хорошо втроем? Когда здесь, в этом кафе, ты и я, Эмиль... Да? Да. Что, да? Да. Я чуть не разбился. О, как! Ты остаешься, да? Да. Куртура? Это кафе было таким, мне кажется, знаковым местом, где я поняла, что меня ждет новая жизнь. И вот этот дождь дал как раз нам понять, что это, да, счастье, на удачу. Ну, вообще здесь все так происходит по-сказочному. Идем? Вообще четыре больно. Да? Вообще не больно. Может, ты пойдешь и не ты пока заберешь? И я пока посмотрю, как тебе... То есть у него тетуха на руке и у нее теперь, да? Мам, я остаюсь. Алло! Мам, привет! Вещи почтой перешли, пожалуйста. Мам, все хорошо. У меня для тебя есть новость. Я не знаю, где сказать. Ну, в общем... Ой, ну не пугай, не пугай! Да нет, все хорошо. Ну, ты пугай, не пугай! Все хорошо. Нет, мам, мне Саша предложила остаться. Не совсем? Мама? Да! Мама! Мам, я влюбилась. Ой, девочка моя! Мам, нет, ну... Я влюбилась, а он как? Он как? Все прекрасно. Сюрпризы мне делают. Да, мам. Ой, как можно. Ну, у вас там как? Ну, все, ну, по-прежнему, все нормально. Никаких изменений нет. Ну, ладно, мам, я, наверное, пойду, давай. Давай, доченька, давай, Катюшечка. Все, пока, мам. Все, пока, пока, пока. Папе привет, да, обнимаю вас. Пока. Ну, я думаю, что я немного шокировала маму. То есть она, может, сначала даже сама не поверила, как так-то. Ничего не понятно, ничего не известно. Вот. Ну, я сказала, что Саша хороший, поэтому все хорошо. Ну, давай здесь посидим. Давай. Иль, разве это красиво в чужих сумках копаться? Ой-ой-ой. Давай тяни. Я починю. Вот. Я... Я сделала. Сделала? Да. Сыноль, а мы тебе хотим кое-что сказать. У нас теперь будет жить трое. Ты бы хотел, чтобы Катя с нами осталась, и мы жили втроем? Да. Ты не сладкий. Правда, да? Только ты будешь спать в соседней комнате. Мы тебе кровать большую купим. С нами будем спать. Втроем нельзя спать? Можно. Ну, нельзя. Можно. Как это так? Папа, мне надоело уже просто так. Пойдемте. Нет, нет. Товарищи. Ну, малый привык. Дети часто привыкают. Сейчас они проснутся и побегут по своим облачковым делам. А зачем по облачкам? Ну, у них там свои дела какие-то есть на небе. Они так поплавают, поплавают. Ой. Что там? Да-да, Эмиль, скажи мне. Ой. Люблю тебя. О, люблю тебя. Любовь морковь пошла уже. Да. Давай, там, на голову и шел. Побежали на перегонки. Давай, Катю, обходь. Скорее. Скорее побежали. А? Да. Вот мы и подошли к концу. Что я могу сказать? Ну, приятно, что на самом деле в конце у нас тут хэппи-энд. Хотя, скажите, в начале, хрен так скажешь, такое творилось непонятное. Но пришли к тому, что все окей. Ребят, я надеюсь, что вам понравился выпуск Одинокого Папы. Если это так, то поддержите это видео лайком. С радостью почитаю ваши комментарии. И увидимся в новых выпусках. Всем пока.